Мы остановились в прошлый раз на утверждение относительно того, что тот, кто принимает мудреца у себя дома, кто кормит его, поит его и дает ему что-то из своего имущества, то есть тратится на него. У нас было несколько высказываний такого плана. С тем все будет хорошо, тот получает огромную, так сказать, плату за это. Ну и последнее из таких высказываний, оно было в сравнении мудреца с Ковчегом Завета. Вы помните там Овед-Эдом такой, у которого некоторое время пребывал Ковчег Завета. Он с ним все тоже получил, как бы какие-то дивиденды с этого. Ну и Талмуд нам говорит о том, что тем более ведь Ковчег Завета не ест, не пьет. И в общем Овед-Эдом его не то чтобы принимал, так случайно получилось, и то он был одарен чем-то. Ну тем более тот, кто принимает мудреца. То есть это сопоставление мудреца с Ковчегом, оно стоит в ряду разных сравнений мудреца, которые там мы видели. У нас было сравнение с Машеем, сравнение с Ковчегом. Получается, что постепенно у нас мудрец в конце трактата, Талмид Хахам, что называется, он оказывается вбирающим в себя вот эти все качества. Хотя прямо про это не говорится, говорится о том, что тот, кто его принимает и кормит поэт, будет иметь большие заслуги и будет одарен соответствующим образом. Ну и по поводу того, каким образом он будет одарен, нам привели пример с Хамот, которая рожала ее невестки. Точнее, у нее самой было восемь невесток, то есть восемь сыновей она родила, а ее невестки рожали шесть детишек за один раз. Ну и на основе стихов нам, значит, это демонстрируется. На основе стихов из книги Девая и Вене. Вот на этом, собственно говоря, мы остановились. Я просто это повторил. И мы продолжаем. Раби Авин Аливи говорит, что тот человек, который как бы толкает час, имеется в виду нетерпеливый. То есть он спешит, хочет успеть, то время его как бы сбрасывает, наоборот. Вот эта игра слов он дохэкаташа, шаа дохэкитото. То есть наоборот, этот момент его как бы отвергает. То есть он преследует время, а время его сбрасывает. А тот, кто как бы не спешит и в таком смысле уступает некому часу, то и этот час или время становится уступчивым перед ним. Такое образное выражение, оно встречается не только здесь. Здесь, да, есть параллельные места, автор, кстати, Рувин, то же самое примерно говорится. Там это говорится о мудрецах дома Елеля. А здесь это говорится о рабе Иосифе. Или точнее о Раве Иосифе. Рав Иосиф, да. Помните, я говорил, раби – это мудрецы в земле Израиля, а Рав – это Амарай Вавилонский. И нам приводится пример Миды Раба в Ираф Иосифе. Вот мы видим, что эта поговорка или это выражение является справедливым на примере сопоставления двух Амараев Вавилонских. Одного зовут Раба, а другого – Рав Иосиф. И что же про них рассказывается? Рав Иосиф – Синай. Вы раба Окер Гарим. Рав Иосиф. У него, видимо, было прозвище Синай, а у рабы было прозвище Окер Гарим. Поднимающие или выкорчевывающие даже горы. В чем, собственно говоря, смысл этих самых прозвищ? Ну, вот Раша, например, пишет, Раша пишет, Синай, его так называли, потому что он был, знал множество барайтов. То есть он много не вошедших в Мишну, так сказать, фрагментов Вкусной Торы знал. А про рабу, которого, говорят, называют выкорчевывающие горы, имеется в виду раба барнахмани, что он был такой прекрасный спорщик, диалектик, мефалпель, как говорит Раша. В Раши уже есть этот термин, слово пиль-пиль, пиль-пиль-хариф. Мы с вами говорили когда-то про метод изучения мотора, который называется пил-пуль. И вот, собственно говоря, этот самый раба, он как раз мастер дискуссии. Вот это его выкорчевывание гор имеется в виду, что он определенным образом может вести дискуссию, сталкивать разные фрагменты, из них делать какие-то заключения и так далее. Ну вот, это два достойных амарая. И задается вопрос. И вот пришло время, пришел час, как бы каждого из них, то есть пришел какой-то час, когда надо было выбирать одного из двух. Имеется в виду, опять же Раша нам поясняет, что имеется в виду место главы Ишивы. Ну, судя по всему, действительно это именно так, судя по контексту дальнейшему. То есть в данном случае Раша просто опережает контекст и нам становится понятно, что за час такой пришел, пробил час. Пробил час, когда нужно назначить одного из них главой Ишивы. Ну и спрашивается, кто из них более достоин, или точнее, кто кому предшествует. Эйзэмэгэм кодэм. Кто из них должен быть первым. Шлахулегу. И послали им, то есть тем, кто решал, кого назначить, им послали. Кто послал, не очень понятно. То есть кто-то, у кого они спрашивали, послал. Возможно, как раз мудрецы земли Израиля. Ну так или иначе, или небеса, может быть, все так. То есть во всяком случае им сообщается. Синай кодэм. То есть Раф Йосиф. Раф Йосиф, кличка которого Синай, он должен быть первым. Потому что все нуждаются в человеке, который обладает пшеницей. В данном случае пшеница называется устная тора. Раф Йосиф прекрасно знает устную тору. То есть он является тем, кто много чего знает наизусть. А Раба, он диалектик, ведет дискуссии и так далее. Прекрасно и все. Но он является вторым по значимости. То есть первым является Синай. Здесь, кроме всего прочего, есть, конечно, и своеобразные в этих кличках, да, есть определенные аллюзии. Синай ведь Синай что? Синай – это Синайское отправение. То есть Тора была дана на горе Синай. Раф Йосиф называется Синай. Значит, он как будто бы он получил Тору на горе Синай. А Раба, он выкорчевывает горы. То есть в том числе и Синай. То есть Синайская гора тоже для него такова, что он может ее, значит, отбрасывать. Мы помним, что до этого, предыдущем, точнее, предпредыдущем фрагменте у нас речь шла про вот это диалектическое напряжение внутри традиции, где она, с одной стороны, традиция – это то, что было дано, и необходимо соблюсти, и необходимо помнить, необходимо возвращаться к тому, что было изначально, а с другой стороны, она не может не изменяться, да, и в каком-то смысле она не может и не нарушаться, да, пришло время ради Господа нарушить Тору. Вот это напряжение у нас было, и в каком-то смысле, наверное, вот в этой паре, паре Раф Йосиф и Раба, это в каком-то смысле отражается. То есть можно сказать, что Раба – это новатор, или тот, кто активно взаимодействует с традицией, и может ее в том числе изменять, выкорчевывая горы, например, Синай. А Раф Йосиф, наоборот, скорее традиционалист, да, и тот, кто придерживается того, что дано изначально, он помнит, он не ведет дискуссию. То есть он, может быть, тоже ведет дискуссию, да, но он не в этом силен, не в этом его силах. Ну, и говорится о том, что Синай, конечно же, вот, собственно говоря, то, что связано с изначальным откровением, оно важнее, чем умение обращаться с традицией, так перефразируя это, можно сказать. Почему? Потому что все нуждаются в пшенице. Я уже сказал, пшеница, и названа вот эта самая устная традиция, она является хлебом. Леб очень важный, или пшеница, да, очень важная тема для всего этого трактата. У нас есть благословение на хлеб, который является как бы наиболее значимым, наиболее важным. И как раз Раф-Йосиф, да, вот эта традиция, восходящая к Синайскому откровению, это или накопленное богатство устной торы, это не что иное, как пшеница, а все остальное, то, что делает раба, в таком случае, мы можем сказать, что это всякие закуски, да, пеканами, в том числе пильпинт, перчик, там, соль, перец, там, и так далее, это все, что делает трапезу вкусной, но основа все равно пшеница. Афальпикен, локебеля лав Раф-Йосиф, несмотря на это, Раф-Йосиф не принял назначение, то есть его хотели назначить главой Ишины, Помпедиты, он не принял. Потому что ему халдеи, появляются у нас халдеи, не в первый раз, да, маги-звездочеты. Они ему нагадали, что он будет царствовать два года. Ну, и когда ему предложили, он решил, что лучше сейчас воздержаться от этого, потому что если он будет царствовать два года, почему они ему предсказали? Может быть, потому что он проживет два года, да, всего, если он сейчас придет, учится про царство два года, а потом или что, или его снимут с должности, хотя это невероятно, да, то есть глава Ишины, в общем-то, практически нет примеров, хотя у нас как раз в трактах в рахот есть один такой пример, когда Рабана Гамлея сместили, да, но это исключительный случай, вообще-то говоря, такого не случается. И поэтому Раф-Йосиф, как бы получается, из осторожности решил, что не нужно мне сейчас становиться главой Ишины, мы, кстати, заметим, что глава Ишины называется царем, да, то есть царствовать, царствовать – это быть главой Ишины. На время получается, что у нас глава Ишины, он сопоставляется с царем. И что? И поскольку он отказался, и Раба царствовал, он был главой Ишины, 22 года. А Раф-Йосиф уже после него, по-видимому, после того, как Раба умер, да, вот в течение 22 лет был главой Ишины, потом он умер, и Раф-Йосиф занял его место, и два с половиной года был главой Ишины. И дальше там еще подчеркивается И все те годы, что царствовал Раба, Раба был главой Ишины, и даже цирюльника или кровопускателя, вот этот умана, это, в общем, перевод этого слова как бы как ремесленник, а в современном говорите уманут – это искусство. Но так называли то ли цирюльников, то ли кровопускателей из контекста других трактатов, мы видим, что умана – это как раз вот такой своеобразный фельдшер, лекарь, который заодно и стрижет, и занимается кровопусканием. И нам говорится о том, что Раб Йосиф не вызывал на дом этого самого цирюльника во все те годы, что царствовал Раба, то есть он, поскольку он был, ну, в каком-то смысле второй человек, он мог бы, наверное, себе позволить вызвать его на дом, тот, наверное, бы пришел, но нет. А Фьосиф ходил к нему, подчеркивая, по-видимому, свое нецарственное положение, что он не является главой Ишины, главой Ишины является Раба, то есть он велся как бы таким скромным образом. Ну, сам по себе рассказ вроде бы понятен, но насколько он подтверждает вот этот тезис, что тот, кто как бы спешит и наступает на время, а время как раз наступает на него, а тот, кто уступает времени, как раз время ему уступает. Это не совсем хорошая иллюстрация, правда, потому что мы видим, что у Раба Йосифа были какие-то аргументы разумные, да, если ему предсказали, что он будет царствовать два года, отдельный вопрос, почему он поверил этому предсказанию, этим халдеям, но, по крайней мере, опасался и поэтому не принял. Какое дело, если бы он не принял из каких соображений скромности, в данном случае это не скромность была, а некий расчет определенный. То есть как бы Раб Йосиф сказал, что время не пришло, если я сейчас возьму про царствие два года, непонятно, что будет. Поэтому вроде бы эта иллюстрация не совсем точная, не совсем как бы соответствующая вот этой самой поговорке. То есть когда эта же поговорка приводится в трактате «Ерувин», то там говорится о том, что мудрецы дома Елеля, они учили и свои слова, и слова дома Шамая, и слова дома Шамая ставили прежде собственных слов. Вот они как-то были уступчивые и скромные. Ну, Раф Йосиф здесь тоже вроде скромность себя ведет, скромность себя ведет, ну, в том числе не вызывает цирюльных канадок. И вот после того, как Раба умирает, он свои два года получает. То есть он не гнался за временем, время его подождало, и вот время пришло его, и он, собственно говоря, эти два с половиной года процессов. В общем, есть определенная проблема, как мы видим в этой иллюстрации самой поговорки. Но так или иначе, мы, может быть, к этому вернемся после того, как прочитаем следующий фрагмент. Здесь есть определенный вопрос, хотя, в общем, так-то более-менее все понятно. Еще одно высказывание того же Раби Авина Альви. Он спрашивает, что означает стих из Псалма, где говорится о том, что ответит Господь тебе в день беды, и достигнет тебя, или возвысится имя Бога Якова. И в этом стихе говорится, что это Бог Якова, но почему-то не говорится, что он обычно, действительно, чаще всего говорится Элогей Авраам, Илогей Ицхак, Илогей Ияков. То есть Бог Авраама, Ицхака и Якова. А в этом стихе говорится только про Бога Якова. Вот этот, собственно, вопрос и задает Раби Авина. И говорит следующее. Отсюда мы учим, что тот, у кого есть доска, балка для сруба такая, кура. Кура, вообще-то говоря, это некая, действительно, как она на русском называется, штуковина, отсрубленного дерева, из чего делают, например, потолки. То есть кура – это в том числе, например, текра. То есть текра – это потолок, который сделан как раз из курот. Но вот тот, у кого есть балка, он должен… Если буквально он должен войти в толщину этой балки. не очень понятное выражение, да. И у нас Раша объясняет, Раша объясняет это так, что если приходится ее, эту балку, значит, куда-то перемещать с одного места на другое для того, чтобы использовать строительство, то тогда, собственно говоря, хозяин этой балки должен зайти с той стороны, которая является наиболее толстой, наиболее тяжелой. И откуда же такой вывод? Поскольку в этом стихе говорится о том, что именно Яков просит милости, да, он просит милости, вот эта просьба о милости, она и является аналогом этой самой балки, да, и он… А Яков, соответственно, является как бы хозяин этой балки. А балка – это что? А балка – это народ Израиля, да. И вот Яков как бы поднимает на свои плечи самую тяжелую часть и просит о милости к народу Израиля. Точно так же в строительстве, значит, если хозяин балки должен самую тяжелую часть водрузить на себя. Здесь проводится вот такого рода аналогия. К чему это не очень понятно, правда же, то есть, ну, понятна формальная связь, потому что это еще одно высказывание вот этого Рафи Абина, но связь тематическая это не очень понятно. Вэамар Раби Абина Леви, и еще одно высказывание Раби Абина Леви. Коля негинеми суда, шиталмит хахам шаруй бетуха, иилу негинеми зивашхина. И еще Рафи Абин говорит, что любой человек, который получает удовольствие от трапезы, в рамках которой присутствует мудрец, он как будто бы получает удовольствие от сияния шахина, от божественного шахи сияния. И пришли Аарон и все старцы, значит, кушать хлеб вместе с тестем Моисея пред Богом. И, ну, этот стих мы сейчас не будем смотреть в контекст, контекст понятен, да, имеется в виду Итро, который пришел к Моисею и устраивается трапеза, и на ней присутствуют в том числе Аарон и 70 старейших на этой трапезе, которую Моисею устраивает в честь своего теста. Ну, и Рафи Абин спрашивает, «Вихили фней логимахлу?» Ну, разве они ели пред Богом? Почему здесь сказано, что они ели пред Богом? «Валоли фнеймашехлу?» Нет, они ели… Маше как раз был организатором этой самой трапези. Вот отсюда как раз и делает вывод Рафи Абин, что тот, кто присутствует на трапезе, где есть Талмит-Хахам, а Талмит-Хахам, мудрец, вновь ассоциируется с Моисеем, он словно получает удовольствие, как от сияния шхины. То есть, получается, что вот этот аналог, с одной стороны, Моисея с мудрецом, а с другой стороны, получается, что тот, кто вместе трапезничает с мудрецом, он как бы приобщается к божественному присутствию. «Ве Амаров Авин Аливи». Еще одно высказывание Рафи Авин Аливи. «Анифтар михаверо али юмарло лейх башалом». Это другое высказывание тоже, оно вроде бы не имеющее отношения. Сам мотив мы видим, у нас концовка трактата в каком смысле посвящена мудрецам. И хвале мудрецов, мудрецы сравниваются с Ковчегом, с Моисеем, Шхина, если у тебя есть мудрец и так далее. Есть разные мудрецы, как мы видели, да, вот в фрагменте с Рафи Йосиф Синай, Раба О'Кер Гарим, да, то есть выкорчевывающие горы. А здесь высказывание вроде бы не об этом. Здесь высказывание о том, что тот, кто расстается со своим товарищем, не стоит говорить «иди в мире» или «в цельности». А нужно говорить «иди к миру» или «к цельности». Не «в цельности», а «к цельности». Или не «в мире», а «к миру». Ведь вот Итро, этот самый зять, честь Моисея, сказал как раз ему «иди к цельности» или «к миру», и действительно Моисей преуспел. Когда он ему сказал? Он ему сказал тогда, когда Моисею явилась неопалимая купина, да, пуст, который горит и не сгорает, был голос Бога, который приказывал ему идти в Египет, он возвращается к своему тестю, говорит «вот не надо идти», тот ему говорит «иди к миру» или «иди к цельности». И действительно Моисей пошел, и все у него получилось. А другой пример, когда Давид говорит своему сыну Авшалому, само имя Авшалом, да, Авшалом – отец мира. То есть у него имя, собственно, у него имени есть этот самый Шалом. А мы знаем, что на самом деле Авшалом, в общем, как раз немирный сын, по сравнению с отцом, находился в сложных отношениях. И вот в одном из эпизодов, как раз когда погибает Авшалом, Давид ему говорит «иди бешалом». И вот он пошел и был повешен, рассказывается, как он волосами зацепился за ветки, да, и, собственно, таким образом там он и погиб. Значит, это высказывание так же, как и высказывание с вот этой балкой, не очень понятно, да, какую играет здесь роль. Но, опять же, давайте посмотрим до конца все эти высказывания «Раби Авина Аливи». «Ве Амар Раби Авина Аливи». Еще одно высказывание. Теперь он говорит о том, что тот, кто расстается с мертвым, не должен говорить «иди к миру» или «иди к цельности», а наоборот должен сказать «иди в мире». И откуда мы это знаем? Он говорит «мы это знаем» из книги «Берешит», да, есть стих, где говорит «Атата вуэля вуэтеха бешалом». Это 15 глава, 15 стих, давайте его посмотрим. Значит, это эпизод, где Господь говорит Аврааму, я Господь, который вывел тебя из урка из Дима, чтобы дать тебе землю и наследие. И он сказал, Авраам говорит, как я узнаю, что я буду наследовать его? И Бог ему говорит, возьми мне трех телок, трех коз, трех баранов, то есть это то, что называется брит-бен-аба-тарим, то есть союз между рассеченными животными, да, вот он рассекает этих животных, так, собственно, заключается союз Бога и Авраама. И там же как раз Бог говорит Аврааму, знай, что пришельцами Бог потомки твои в земле, не своей, и поработят их, это Египет, и Бог, кто гнетает их 400 лет, да, то есть Бог ему говорит о порабощении египетского, но и над народом, которому они служат, будут служить, будут, произведу я суд, а после они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире, вот это стих, который как раз у нас цитируется, и будешь погребен в старости доброй. Сам переход непонятный, да, то есть он сначала говорит ему о том, что будет с народом, да, в будущем, 400 лет и так далее, а потом переходит, собственно, к самому Аврааму, и можно было бы представить, да, читая вот этот фрагментик, что как раз после этого Авраам отойдет отцам своим в мире. Но получается, что два последних высказывания, да, это высказывание Рави Авина относительно того, как правильно говорить, ле шалом или бе шалом, да, расставаясь или желая кому-то успеха, ты говоришь ле шалом, а бе шалом – это скорее относится к мертвым, да, то есть это в мире или в цельности можно отойти в мир иной, а к цельности можно идти в этом мире, да, то есть в итоге получается, что цельность, собственно говоря, да, она в каком смысле достигается как раз после смерти, а это направление к этому шалому, оно при жизни. Мы помним, что на самом деле наша Мишна, она ведь включала в себя высказывания относительно того, что вот этот самый шалом тоже здесь играл определенную роль в своей помощи, да, то есть говорилось о том, что храме разрешили произносить приветствие с использованием имени Бога, да, вот этот самый шалом, несмотря на, по-видимому, существовавший запрет использовать имя Бога при встрече с другим человеком, когда ты ему желаешь шалом или спрашиваешь о его шаломе, да, как ты цельный, не цельный, вот это имя Бога вроде бы не использовалось, но его разрешили использовать, мы помним, да, что это как раз с этим было связано то, что пришло время действовать, значит, можно в каком смысле нарушить Тору. Ну, и мы про это тоже достаточно много говорили, и вот этот шалом, видите, у нас здесь возникает вот в этих высказываниях Раби Ави, значит, мы оставляем пока вот эти два вопроса, да, ну, три на самом деле вопроса, да, первый вопрос был относительно истории с Раби, с Рабь Йосифом, которое не совсем адекватно, высказывание, которое было приведено, да, что надо типа не спешить и выступать, там, глядишь, и все образуется, но сама иллюстрация была не очень. Второй вопрос связан с тем, что это за пример и зачем, собственно, в этом контексте появляется высказывание относительно того, что тот, кто является хозяином балки, должен браться за нее в том месте, который является самым тяжелым, и вот этот переход к ле-шалом, да, и бе-шалом, он тоже как бы не очень понятен. А высказывание относительно того, что тот, кто трапезничает с мудрецом, наслаждается сиянием шхины, входит как раз в мотив, который появился у нас уже, да, относительно того, какую роль играют мудрецы в еврейской культуре, получается, да, сами про себя говорят, что мудрец, он как бы оказывается и тем, и всем, и Моисеем, и Ковчегом, и Мишкина сияет благодаря присутствию мудреца и так далее. Но вот эти три момента остаются не очень ясными. Ну и нам осталось два абзаца. Буквально давайте их дочитаем, потом вернемся, попробуем ответить на вопросы. Опять же, мотив вот этой лика шхины здесь снова звучит. Это высказывание, правда, другого мудреца, раби-леви-бархи, и он говорит, что тот, кто выходит из синагоги и заходит в бейт-мидраж, интересно то, что вот здесь то же самое слово нихнас, что и ваиканес беувьяши хора, вот там с этой балкой, что он входит, входит в толщину этой самой балки, буквально там так написано, да, ну, Раш комментирует, что его просто поднимает. А здесь он, значит, после синагоги входит в бейт-мидраж. И вот если он из синагоги переходит в бейт-мидраж, то он удостаивается лика шхины. То есть, опять же, изучение тора в бейт-мидраже является именно тем, что позволяет увидеть шхину, но, правда, здесь говорится еще о том, что он из синагоги выходит. То есть, в каком смысле синагога, если представим, что это место молитвы, это бейт-мидраж, это место учения, от молитвы к учению, и вот от молитвы к учению перешел и увидел лик божественного присутствия. Шенеймар, Илху, Михаэль, Илхайль, Ираэль, Илогим, Бицийон. Ну, и здесь приводится знаменитый стих, где это псалом, они довольно трудно перевести, это 84-й псалом, 8-й стих, сейчас посмотрим. Опять же, контекст в псаломах не так может быть важен, но буквально говорится следующее, что они пойдут от одного бравого действия, наверное, так можно перевести, потому хаэль или хаяль, это вообще-то говоря, воин. Хаэль – это некое воинственное действие или действие героиства, геройства такое-то. И вот они, значит, про них, про кого сейчас посмотрим, говорится, и пойдут они от одного геройства к другому, и появится или увидится им Бог в Сионе. Давайте посмотрим. Это псалом, 84-й, 84-й псалом, 8-й стих. Это псалом сыновей Короха, который начинается так. «Сколь возлюблены жилища твои, Господь цвел». То есть сам контекст, если у нас здесь речь идет про синагогу и бейт-мидраж, то, возможно, может возникнуть и должна возникнуть ассоциация, что вот эти жилища твои, Господь, это не что иное, как синагога и бейт-мидраж. «Тоскует и изнывает душа моя по дворам Господней». Здесь, по-видимому, речь идет как раз о храме, но мы знаем, что вот замена храму – это как раз синагога бейт-мидраж. «Ну и счастливы, пребывающие в доме твоем, всегда хвалить будут тебя». То есть это те, кто находится в твоем доме. «И счастлив человек, чья сила в тебе, путь к тебе, в сердце их, проходящие долиной Баха, превращают ее в источник и благословением окутывают весенний дождь». Поэтический стих. И дальше как раз вот наш стих. «Идут они от силы к силе». Хаэль переводится здесь как «сила», может, «геройство», «сила». «Явится он пред Богом в Сионе, и Господь, Бог, свалт». Здесь, опять же, не очень ясно в этом переводе, кто кому явится. То есть явится тот, кто идет от силы к силе пред Богом, или явится Господь пред ними. То есть здесь сказано «Ираэ», то есть «будет увиденным». Поскольку сказано «будет увиденным эль илогимбетсион», то скорее получается, что все-таки будет увиденным он. То есть тот, кто идет от силы к силе, от геройства к геройству, а это те, кто пребывает в домах Всевышнего, они увидятся Богом, или явятся Богу в Сионе. Но наш толкователь, видимо, имеет в виду как раз другое. То есть им Бог явится в Сионе, а не они явятся Богу в Сионе. Или же он хочет сказать, что их явление Богу, оно будет сопровождаться и явлением Бога им. И вот это предстояние, явление перед Богом, оно связано с праздниками восхождения. Время праздника восхождения народ Израиля должен «лейхираот», то есть быть увиденным Богом. Представляют себя, народ Израиля представляет себя перед Богом, и надеются на то, что и Бог будет тоже увидим, что они увидят Бога, и произойдет, собственно говоря, вот этот контакт. Они видят, их видят, и они видят. Ну, здесь, судя по тезису, кезис такой, что тот, кто выходит из синагоги и идет в Бетмедраж, то есть не покидает в таком смысле дома Бога, если синагога и Бетмедраж что он Бога, но он удостоверил цели кашхины, как раз Бог является ему, а не наоборот. Тот же самый стих, но толкуется иначе теперь, да? Рабихиев Гараши, со слов Рава, говорит, что мудрецы не имеют покоя ни в этом мире, ни в будущем, где другое совсем, другое толкование вот этого геройства, да? Они переходят от одной силы к другой силе, от одного геройства к другому геройству. В том смысле, что они продолжают оставаться героями и в этом мире, и в будущем мире. Вот этот хайль и хайль, да? Или сила и сила, это сила в этом мире и сила в будущем мире. И покоя как бы они не имеют. Но что это значит? Ираэль, илогимбитсион, в каком смысле, да? То есть будут явлены или будут увидены Богом в Сионе, то есть явление Бога можно было бы, да? Мы могли бы предположить, что, собственно говоря, вот это предстояние перед Богом или быть увиденным Богом в надежде на то, что и ты увидишь его. И если произойдет вот это взаимное видение, то, собственно говоря, это и есть конец истории и переход к будущему миру. А в будущем мире как раз покой, как раз про будущий мир говорится, что там будут праведники сидеть в суке, есть мясо Левиафана и наслаждаться сиянием Шхины. А здесь толкователь нам говорит другое, что несмотря на то, что этот контакт произойдет, покоя вроде бы мудрецы, по крайней мере, не обретут. То есть именно их беспокойство, скажем так, да, то есть их отсутствие покоя, может быть, и есть то, что определяет вот это самое взаимное, взаимную встречу, взаимную встречу с Богом. Взаимная встреча с Богом не сулит мудрецам покой, как это ни странно. То есть здесь такое, можно сказать, грустное толкование, пессимистическое или, наоборот, оптимистическое, не очень понятно. Но, во всяком случае, вот такое высказывание есть. И это высказывание звучит не только здесь, оно звучит в нескольких параллельных местах. И концовка, сама концовка, последний абзац нашего трактата, он такой же еще в нескольких трактатах. Например, в трактате Ивамот, трактат Ивамот завершается точно так же. А последнее, последнее высказывание, это высказывание Раби Лазара, со слов Раби Ханины, Раби Лазара, Раби Ханина, халмидей хахамим марбим шалом баула. Мудрецы увеличивают мир в мире. Шалом баула. Видите, у нас было и нечто, что связанное со словом шалом, и было нечто, что связанное со словом ола. Мешнее это было. То есть говорилось о том, что можно говорить шалом, используя имя Бога, если вы помните, в Мишне говорилось еще и о том, что по поводу того, что саддукеи отрицали наличие будущего мира, и поэтому нужно было говорить, упоминая имя Бога, от мира и до мира, или от века и до века. А помню, что слово улам этимологически связано с времени. А здесь у нас они объединяются, видите, да, то есть получается, что мудрецы, они увеличивают шалом баула, да, вот в этом как бы мире. Неизвестно в каком мире, в этом или в будущем мире, то есть они, как можно его увеличить, эту цельность, тем не менее, да, то есть мудрецы увеличивают. Шенэймар, и дальше приводится ряд стихов. Здесь игра слов определенная, да, и вообще надо сказать, что вот этот фрагментик, он вошел в литургию, и во время утренней молитвы, собственно говоря, он звучит в литургическом тексте. Так вот, сам стих, который здесь цитируется, это Ишаяо, 54 глава, 13 стих, давайте посмотрим. Значит, стих этот, то есть глава 54, она знаменитая, начинается, ликуй, бездетная, нерождавшая, разразись песни, веселись, не мучившаяся родами. То есть это пророчество Ишаяо о конце времен, это бездетная, нерождавшая, это народ Израиля, естественно, да, ибо сыновей покинутый больше будет, чем сыновей замужний. Кто это замужняя, отдельный вопрос, кого имеет в виду Ишаяо, да, но народ Израиля это покинутая, и вот покинутая девушка, женщина, бывшая невеста или жена Бога, то есть народ Израиля, у нее будет больше детей, чем замужний. Возможно, не имеется в виду замужний за Господом, а просто замужний. Но, значит, после, здесь народ Израиля называется невеста юности Бога, ибо супруг твой Господь, создатель твой, имя его избавитель твой, святой Израиля, ну и так далее, да. А наш стих говорит следующее, да, это у нас тринадцатый стих, и все сыновья твои будут учениками Господа, и велико будет благополучие сынов твоих. Благополучие здесь это как раз шалом, да, то есть велик будет, велика будет цельность, велик будет мир сынов твоих. Дальше говорится, правду будешь утверждена, далека будешь от притеснения. Это все вот про народ Израиля, да, а сыновья народа Израиля, они, значит, им в данном случае жая усулит мир. А наш толкователь говорит, читать нужно не банаих, не сыновья твои, а бонаих. Бонаих – это строители твои, строящие тебя. На самом деле, вообще-то говоря, слово бен, оно связано со словом левнот, левнот – это строить, беньян – это здание, да, а бен – это, в общем, действительно слово, которое является однокоренным с этим словом, да, недаром, когда наши праматери являются, там, они не могут родить, говорят, что я, и дают, например, на Якову своих служанок в жонах, говорят, что я ибаны, то есть я отстроюсь от нее. Она родит, потом я отстроюсь. Поэтому отстроиться – это и значит иметь сыновей. А здесь толкователь меняет, да, то есть это не то, благодаря чему ты отстроилась, а те как раз, кто тебя строит. То есть в каком смысле сыновья превращаются в строителей. То есть сыновья, вообще-то говоря, изначально, это как раз и есть постройка, да, то есть я построил, в том смысле, что родил сыновей. А здесь, наоборот, сыновья являются тем, что строят. Когда у нас возникает вот эта тема строительства, то мы, конечно, вспоминаем про бал, да, про которую нам говорил Раби Авин. Ну, сейчас дойдем до нее тоже. Шалом, раф, лёгави, туратеха, вейнаму михшу. Еще один стих, еще один стих, который приводится, что… Да, так, нет, я предыдущий не закончил по поводу бонайх. А что они бонайх? Почему сказано, что они увеличивают этот самый шалом, да, то есть будет неблагополучие по их сыновья, а они как раз, да, являются строителями вот этого самого шалом, то есть ценности. Ну, и еще несколько стихов, да. Шалом, раф, лёгави, туратеха, вейнаму михшоль. Велик шалом тем любящим Тору твою. И не споткнутся они. И шалом, бехейлех, шалва берматаих. Да будет шалом в твоих воинствах, опять же, видите, хайль, да, у нас было здесь хайлех, и покой в твоих дворцах. Лемана хайвирэай адабрана шалом бах. Ради братьев своих и друзей моих я буду говорить о цельности в тебе. Леман бейт ашемилу гейну авакша товлах. Ради дома Господа нашего я буду просить благо тебе, товлах. Ашем озле амой тен, ашем и варехетаму башалу. Господь силу даст своему народу и даст Господь и благословит свой народ. Башалом. Башалом. Башалом ведь как раз Раби Авен, когда он говорил про этот самый шалом, он говорил о том, что не говори башалом, потому что это живому человеку. Не надо говорить башалом. Она говорит лешалом. А здесь как раз все заканчивается тем, что башалом благословит свой народ цельностью или миром. Но если мы не забыли высказывание Раби Авена, то это тоже звучит немножко странновато. То есть получается, что самая последняя завершающая, завершающая пассаж, которым завершается трактат, это высказывание вот этого Раби Элизера со слов Раби Ханины, где мудрецы являются строителями мира и народ Израиля, в том числе в дворцах Бога и в его доме, обретают этот самый мир и, возможно, обретают этот мир в каком-то смысле после смерти. Тем более, что здесь у нас вот этот уламум тоже звучит. Мудрецы, они что делают? Они марбим шалом бе улам. В каком же мире они марбим шалом? То есть увеличивают этот шалом. Они марбим шалом в этом мире или в будущем мире? Но перед этим нам как раз сказано, что они не имеют покоя ни в этом мире, ни в будущем мире. То есть они как бы и в будущем мире тоже увеличивают этот самый мир. Значит, вернемся к нашим вопросам. С вот этой балкой, относительно которой сказано, что тот, кто является хозяином балки, он должен войти в толщину этой балки. На самом деле в иврите это выражение стало идиоматическим. И, например, говорится о том, что человек должен войти в толщину балки, когда говорится о том, что он должен проникнуть в предмет, то есть изучить его как следует. Раша говорит нам не совсем то. Раша говорит, что нужно взять, с толстого конца как бы нужно взять балку, если ты ее хозяин. А само по себе вот это идиоматическое выражение, оно означает, что я всерьез занялся каким-то предметом, то есть вошел в толщину, буквально вошел в толщину балки. Это означает, что я как бы изучил это как следует. Ну и у нас там это высказывание, оно связано с чем? Оно связано с Яковом. То есть Аяков, там говорится о том, что это бог именно Якова, а не Авраама, а не Ицхака, а именно Якова. Аяков является чем? Яков – это Израиль. То есть, по сути дела, получается, что вот эта толщина балки – это то, что возложено как раз на Израиль, который является, чем он является, конечно, потомком Абраама, Ицхака, в том числе и Якова. Но речь идет о не очень понятно, о какой, собственно говоря, балке. То есть, там говорится, что «Янха шем бьем цара и сагвиха шем илоги Яков». То есть, бог тебе ответит в день беды и возвысится имя бога Якова. И вот эта беда, она, по-видимому, и есть, это самая хора, то есть, это самая балка. И войти в толщину балки – это не что иное, как войти в толщину, в каком смысле, беды. И кто же туда входит? Туда входит, Израиль туда входит. То есть, Израиль находится в беде. Почему он находится в беде? Он находится в беде, потому что храм разрушен, дом Господа разрушен. И, на самом деле, эта концовка вместе с утверждениями относительно дома Бога и так далее, она нас возвращает, естественным образом, к самому началу трактата. Мы, по-моему, уже говорили, даже вот в этих наших беседах, не с теми, кто с нами учил этот трактат с самого начала. Там в самом начале трактата приводится рассказ о рабе Йоси, который заходит в разваленный храм и слышит там голос Бога, который говорит о том, что горе мне, я разрушил свой храм и рассеял своих детей. Там как раз речь идет про детей. И рассеял детей своих и так далее. И пророк Ильяу, пророк Ильяу недаром, да, там, понимается, потому что пророк Ильяу – это тот, кто, собственно говоря, является предтечей будущего мира. Он является рабе Йоси и говорит ему о том, что ты зря зашел в развалины. Все то же самое, голос Бога можно слышать трижды в синагоге. То есть, когда народ Израиля отвечает на Кадиш, то, собственно говоря, звучат те же самые слова. Ну и сама эта история, она как бы, по сути, означала указание на то, что нет смысла смотреть назад, назад на существовавший храм. А теперь храм или дом Бога находится в синагоге Бэдмидраш, о чем говорится и в конце этого трактата. И, собственно говоря, через вот этот дом, возможно, и произойдет и явление Бога народу, и народ сам проявит себя, станет видимым Богу через вот эти самые, через эти дома. Роменота их, да, твои дворцы, дворцы – это синагога. И кто там является как бы основной фигурой, естественно, основной фигурой является мудрец, о чем, собственно говоря, вся вот эта наша концовка и говорит. Мудрец, да, мудрец как царь, мудрец как ковчег завета, мудрец как сопровождающий, собственно говоря, народ Израиля по виду, да, то есть ведущий народ Израиля и в этом мире, и в каком смысле и в будущем мире, да. То есть вот этот шалом в этом мире и в будущем мире – это то, что, собственно говоря, поручено в каком-то смысле, да, получается, что это то, чем народ будет обладать благодаря вот этим самым сыновья. То есть сыновья, как бы с одной стороны, это весь народ Израиля, а с другой стороны – основные, строители, сыновья строители, если понимать таким образом, да, то есть Бог отстраивается благодаря сыновьям, да, на самом деле и сыновья строят, да, и вот что они строят, они строят вот этот самый шалом и в этом мире, и в мире будущем. Получилось, вы видите, да, такая замкнутая, в каком-то смысле круговая композиция, когда начало трактата с неким переживанием относительно разрушения храма, что и будет там, там говорится о том, что Бог трижды, да, в ночь, в ночь он кричит «горе мне, я разрушил храм» и так далее. А концовка говорит о роли мудрецов в продвижении, собственно говоря, вот самого этого проекта, несмотря на разрушенный храм и то, каким образом они это должны осуществлять. Ну и получается, что, например, вот эта иллюстрация, да, у нас был вопрос про иллюстрацию тоже, да, сама иллюстрация с рабом Йоси и рабой, один из которых Синай, другой выкорчевывающий горы, она ведь действительно не совсем хорошая иллюстрация. Но если оторвать само высказывание от иллюстрации и представить себе, что иллюстрация просто говорит о двух типах мудрецов, да, о двух типах. И вот этот раб, которого кличка Синай, то есть Синайское откровение, да, он уступает свое место тому, кто является реформатором условно, да, то есть тем, кто, тому, кто ведет дискуссии и так далее. А он протягивает, как бы, эту линию, можно сказать, что если мудрецы ведут народ Израиля таким образом, то не нужно спешить. То есть вот эта поговорка, что тот, кто спешит и приближает свой час, с тем все происходит не очень хорошо, а тот, кто набирается терпения и ждет свой час, этот час приходит. Ну и возможно, что здесь есть как раз выражение надежды на то, что этот час придет, нужно просто набраться терпения. И Синайское откровение или Шхина тоже просияет, но пока приходится пробираться, выкорчевывая горы и так далее, так примерно, как делает раба. То есть снова возвращаемся к вот этому напряжению в рамках оппозиции, да, между, с одной стороны, приверженностью традиция, с другой стороны, постоянными инновациями, в которых она, собственно говоря, нуждается. Ну и, наконец, с вот этим бешалом, который в конце звучит как некий пессимистический вроде бы, да, услышать можно пессимистический некий такой оголосок, потому что бешалом, вроде бы, Раф Авин говорил, что как раз нужно говорить, когда ты провожаешь мертвого, а живому нужно говорить лешалом. Но, с другой стороны, сам мотив смерти и сна, который пронизывает весь трактат, он говорит о том, что вот эта смерть, следующее за ней, смертью воскрешения, может быть, и является как раз такой вот концовкой. Да, хотя, как мы видим, эта концовка не завершает в каком-то смысле, то есть можно было бы считать, что умерли, воскресли, перешли в этот будущий мир, и все, и там все замечательно и так далее, наслаждаемся сиянием душиены, и все хорошо. Но удивительным образом, да, вот это высказывание относительно того, что мудрецы не будут иметь покоя ни в этом мире, ни в будущем мире, возможно, говорит о том, что, возможно, действительно народ Израиля, который как бы умер и воскрес, будет наслаждаться сиянием шхины, и сиянием шхины, будет обеспечиваться вот этими самыми строителями, оно будет обеспечиваться и там, и в будущем мире, оно будет обеспечиваться этими самыми строителями, которыми являются мудрецы и твамуты. То, что смерть или сон, да, или ночь, да, является в каком-то смысле такой сквозной нитью, что ли, этого трактата, мы как раз с вами как-то не начинали, собственно говоря, о снах говорить, да, то есть, если вы помните, у нас один из выводов был, что мудрецы Талмуда полагают, что наш мир, вот весь этот трактат, условно, который называется трактат толкования снов, он является чем? Он является ничем иным, как своеобразным отношением к этому миру, то есть, наш мир, этот мир, он носит сновидческий характер, да, то есть, он является в каком-то смысле сновидением. И от которого нужно либо проснуться, либо истолковать это сновидение. Если вы помните, там как раз говорится о том, что сон любой идет за его толкованием. Кто является толкователем? Толкователем как раз являются мудрецы, хотя там у нас были разные, если вы помните, толкователи сновидений. То есть, сон идет за устами. И вот эта интерпретация, интерпретация сна и превращение его в некое пробуждение, оно осуществляется за счет интерпретации, то есть, за счет слов. А сам трактат наш чем является? Он является трактатом о вербальных актах, броход. То есть, эти броход, они в каком-то смысле сопровождающие нашу жизнь, являются некой интерпретацией, возможно, с этой точки зрения, интерпретацией реальности, которая эту реальность, сновидческую, ведет сновидческую или полуокрашенную, так сказать, красками смерти, ведет к пробуждению или к воскрешению. То есть, в Мишне уже мы видим, что концовка Мишны, мы об этом уже говорили, нас приводит к храму, а это направление к храму, оно возникает как бы в самом начале трактата. То есть, в начале трактата звучит и о храме, там самая первая фраза, когда говорить про храм, там говорится о том, что с какого времени читаем шма вечером? С того времени, когда каэны идут есть труму, то есть приношение. То есть, речь идет о как раз храмовой действительности. И дальше в дискуссии этой Мишны, я уже сказал, приводится этот рассказ про рабе Йоси и про горе Бога, который разрушил храм. А концовка ведет нас вроде бы как раз обратно к храму, но этот путь оказывается совсем непростым. И возможно, что храм – это и есть синагога, и бытний драж, и мудрецы, роль которых подчеркивается в концовские трактаты, являются вот этими самыми строителями, а не сыновьями. Народ Израиля – это сыны, а эти строители, которые входят, так сказать, в толщину балки для того, чтобы произошло то, что предполагается божественным планом. Мы завершили с вами трактат Брахов. Существует обычай такой по завершении трактата устраивать праздничную трапезу. То есть это, в общем, праздник. История вот такого рода традиции, она восходит… Собственно, в Талмуде есть трактате «Шаббат». Говорится о том, что Абай – это еще один глава как раз Пумпедитской и Шивы. Он, значит, когда видел, что кто-то из его учеников заканчивает изучение трактата, он организовывал праздник и приглашал всех мудрецов и так далее. То есть это ведь еще в Талмуде такого рода момент присутствует. Есть и в Медрашее некое подобие этого, этой традиции. Дело в том, что в первой книге Млахин, в первой книге царей, говорится про Соломона, что он после того, как Бог его наделил мудростью, он стал самым мудрым из людей, там говорится так, он устроил пир для всех своих рабов, для всех своих подданных. И вот в этом Медраше раб Ицхак говорит, что отсюда мы учим, что необходимо сделать трапезу, когда ты заканчиваешь изучение Торы. Там просто речь идет про изучение Торы. У нас не изучение Торы, это изучение Торы для мудрецов Талмуда. Понятно, что это изучение Талмуда, то есть устной Торы. Поэтому Натан предупреждал, наверное, вас, кто запасся, так сказать, напитками и закусками. Пожалуйста, я запасся, сейчас приняду. Спасибо. Спасибо. У меня водка, не знаю, как у кого что. Ну и перед тем, как приступать, так сказать, к празднованию и обмыванию, есть определенный ритуал, то есть есть определенный текст, который читается, он печатается в стандартных изнаниях в конце каждого трактата. И я сейчас его оглашу. И я сейчас его оглашу. Это три раза повторяющаяся фраза. Которая означает следующее. Мы повторили трактат Брахот. Видите, почему-то говорится, что мы повторили. Ведь предполагается, что вообще-то говоря, учить уже давно все выучили, сейчас только повторяют. То есть мы повторили трактат Брахот, и он к нам вернулся. Дело в том, что на еврите и на арамейском повторять и возвращаться, это одно и то же слово, получается игра слов. Мы повторили трактат Брахот или вернулись к трактату Брахот, и он вернулся к нам. Наше знание по поводу… Ну, знание, вы помните, что слово «да» трудно перевести. То есть наше знание о тебе – трактат Брахот, а твое знание о нас. Не забудем тебя, трактат Брахот, и ты не забудешься нам ни в этом мире, ни в будущем мире. Видите, сама эта фраза, она говорит о том, что звучало в концовке. Конечно, нет покоя ни в этом мире, ни в будущем мире. Оказывается, и в будущем мире тоже придется изучать этот самый трактат Брахот. Значит, здесь в этой фразе что говорится? Что да будет воля твоя, чтобы мы изучали твою Тору и как бы имели в этом искусство, чтобы она стала нашим ремеслом в этом мире и в будущем мире. Опять и в этом мире, и в будущем мире. А дальше перечисляются имена некого Рав Папы. И по этому поводу нет, на самом деле, определенной точки зрения, что это за Бар Папа такой, в смысле сам Папа. Но перечисляется 10 сыновей. Ну и есть разные объяснения. Одно из них состоит в том, что вот этот Папа, он собирал 10 своих сыновей по завершению обучения. Поэтому, собственно говоря, вот они здесь перечисляются. То есть такой полу-мифический персонаж. Субтитры создавал DimaTor. Амин, 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 амин. Ну, здесь говорится о том, что сделай приятные, пожалуйста, нам слова Торы, и чтобы она в наших устах, и в устах всего народа Израиля, и у наших потомков звучала, и все было замечательно. Здесь опять речь идет и про этот мир, и про будущий мир. Ну и дальше. Мы тебя благодарим за то, что ты нашу долю определил, как сидящий в Доме Учения, а не сидящий где-то там по углам, что мы рано утром встаем, и они рано утром встают. Мы встаем рано утром. Во имя слов Торы, а они во имя бессмысленных каких-то слов. Мы трудимся, и они трудятся. Мы трудимся и получаем раду, а они трудятся без всякой награды. Имеется в виду награда в будущем мире. Мы бежим в жизнь в будущем мире. Они, значит, в колодец киенома. Ну, приводится стих из псалма, где говорится о том, что все, значит, враги попадут в этот беер-шахат, в колодец уничтожения, а мы уверены, верим в Бога. И рацон милфанеха наиллагай кишем ш'азартану лисаем масэхит брахот. Кэн тэазэну лэадхил масэхтуту сфарим ахэрим у лисэйман. Да будет воля твоя, что так же, как ты помог нам завершить трактат брахот, так помоги нам начать и завершить другие книги. Учить и обучать, соблюдать и делать, улекаем и осуществлять. Все слова тоже твои, с любовью. Усхуд коля танаим в амараим и талмиды хахамим я амодлану лизарэйну. И пусть заслуги всех танаев и амараев и вообще мудрецов будут нам как бы в помощь. Чтобы Тора не отходила от уст наших, от уст наших потомков и от потомков наших потомков, адула до конца века, вититкаэмбану, и чтобы она в нас осуществилась. Ну и дальше приводится несколько стихов. Витхалех танхеотха бешокбеха тишмор алеха, вакицотта ги тесихеха, ки ви ербу ямеха вайосифу лиха шнот хаим, орех ямим виминах у бисмалах асов лихавот, Адунаи оз лямо тен, Адунаи вареха тамо, башалом. Ну, ряд стихов из Мишлей, которые, собственно говоря, о том же самом и говорят. Не буду переводить каждый из этих стихов. Но речь идет о том, что, значит, мы все свои дни жизни будем изучать Тору, и все будет замечательно. После этого обычно читают Кадиш, но пока мы не знаем, насколько это легитимно делать в Фейсбуке, пока у нас, к сожалению, нет разрешения на то, чтобы осуществлять молитвы и вообще все остальные ритуальные части в Фейсбуке. Я думаю, что со временем, наверное, все-таки это произойдет. Но пока этого нет, поэтому Кадиш, даже если бы у нас был меня, читать бы мы не смогли. Поэтому мы просто выпьем. Смотрите, вот у меня водка, у меня маслины и у меня мизонот. Возникает вопрос, который является темой нашего трактата. Как мне произносить благословение? Помните? На что? Как? Если я сейчас скажу на водку, на водку я говорю Шиаколь. Шиаколь – это все. Должен ли я после этого на маслину, которая является одним из плодов земли Израиля, говорить особое благословение? Ну и точно так же мизонот. Мизонот – это сделан из злаковых вещек, которые тоже произносятся отдельное благословение. Вот, собственно, видите, каждый раз возникает такого рода проблема. Ну, я ее сейчас разрешу каким-то образом. И дыхаем. Дыхаем, дыхаем. Дыхаем, дыхаем. Спасибо за уроки. Да, Ури, огромное спасибо. Спасибо. И среди прочего понятно, почему среди евреев так мало алкоголиков. Если бы у всех народов перед каждым выпиванием, каждым стаканом, вообще говоря, произносились такие речи, что многие люди, по-моему, оставляли бы стакан на следующий раз. Лобе-Альма, Лобе-Альма, Лобе-Альма. Да, замечательно. Вообще, Носах чем-то похож на Хаттельсидор Песах, нет? Как-то в конце. Ну, не знаю, чем-то похожи, конечно, на будущий мир и так далее. Замечательно. Ну, хорошо, мы на следующей неделе, у нас занятия не будет, переварите трактат «Броход». А через неделю, ну, я надеюсь, что мы обратимся к трактату «Чедушин», но пока это не совсем точно. В общем, мы... Следите за нашими объявлениями, оставляйтесь на нашем канале. Да, так? По-моему, говорят. Окей. Лури, огромное спасибо. Ребята, всем это. Будем переваривать. Пожалуйста, торты и мошмар. Пожалуйста, если будет желание, посмотрите, прослушайте то, что мы проходили. Телеграм открыт, пишите вопросы. Соответственно, определимся через две недели, в какой рамке мы будем проводить, по каким дням и так дальше. Окей, в какое время. Хорошо? Да, пожалуйста, Илья. Все, уточни. Я руку поднял. Маленький, «Чедушин» точно будет, и мы пока не знаем, в каком формате, или еще неизвестно, будет ли он. Молодец. Ну, все неизвестно. Уговорение Ури на мне. Уговорение Ури на мне. Я надеюсь, что я его уговорю. Мы посмотрим, может, у нас несколько со временем сдвижится, потому что наш лектор, он становится востребованным, слава Богу. Но мы надеемся, что он нас не оставит. Окей? Мы тоже. Овцы без пастыря не будут. Ну, хорошо. Все. Михаил, Михаил. Счастливо. Пока. Счастливо. Будьте все здоровы. Счастливо. Пока-пока. Продолжение следует.